Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но, значит, из наука, собственно, которая родилась от наших интересов и исследований, дает нам продукты, скажем так, которые на базе этой науки рождаются. Но простые продукты, орудия труда, средства производства, производственные циклы, все это разрасталось в производственной отрасли, все это сложилось в большую сферу под названием техносфера. Но, к сожалению, так как некоторые пункты планирования и теории управления, полной функции управления, что называется, отсутствуют в современной техносфере, в двух современных ученых, а, в частности, последний пункт, как ликвидация структур, реорганизация структур, ведет к тому, что техносфера рождает с другой стороны, да, как у тех других экономистов, с другой стороны, различные виды факторов, которые называются, я забегу вперед, мутагенными факторами. Это излучение электромагнитное, излучение радиоактивное, выбросы различные, отходы различные, ну, выбросы, я имею в виду, в первую очередь, газы, отходы твердые, стоки воздушные, ну, водные, прошу прощения, жидкости, шумы, шумы, вибрации, это еще один вид мутагенных факторов, которых я коснусь дальше. И все это, конечно же, естественно, влияет на наших биосферов, воздух, воду, почву человека, животного, растения. Соответственно, замыкается круг определенный, и все это повторяется, пока что-то деградирует, что-то растет, и так далее, походу в следующий слайд. И вот, исходя из этого, из этого размышления над этим, родилась вот такая небольшая классификация. Мы посмотрели доиндустриальный период, когда, ну, делился на первом этапе, на наш взгляд, по крайней мере, известными дни истории. Люди занимались охотой и собирательством, вели кочевой, кочевник, ну, как мотивация была, значит, кочевой образ жизни, поиск пищи. Значит, этап «Б» — земледелие скотоводства, когда люди пришли к осетному образу жизни, как бы, пастбище, рыбой, где было, скажем так, место, где они реализовывали эти виды хозяйственных. Значит, третья составная часть правовладения фидалитмом более поздних периодов, где в качестве основной мускульной силы двигателя была использована мускульная сила ремесленников и предпринимательства. Дабы уйти от непассивного труда, человек начал придумывать механизацию производства. И буржуазная революция, индустриальная революция отдали нам первую индустрию, которая активно в 19-м веке начала развиваться, в рубеже 18-19 веков. Индустриальный этап мы поделили на два подэтапа. Первый — изобретение, чуть-чуть позже, и внедрение. В внедрение ограничивается количеством тех ресурсов, которые на Земле существуют, доступностью этих ресурсов, умением их обработать, умением их доставить и умением их затем переработать. Ну и, соответственно, количество населения. Эти две цифры должны постоянно быть у экономистов, у экономических институтов, которые должны постоянно с этими цифрами оперировать. К сожалению, этого сегодня нет. Изобретение, на мой взгляд, сегодня остановилось. И действительно, может быть, Зак Фреско в каком-то плане прав, если соглашусь, что новые изобретения нам не дадут, скажем так, на мой субъективное мнение, развивать такие технологии, как это дело, допустим, Тесла в свое время. Они не дадут нам их развивать, потому что уровень нравственности людей пока что много ниже нашего технического развития. Соответственно, если мы получим, как пример, если мы сегодня получаем неиссякаемый источник энергии, что будет, ребята? Нет, обоих. Краткий вопрос. Хорошо. Просто все хореографии начнем, потому что ничего делать не будет. Все будет делать у нас техника. То есть они не будут. Вот если мы имеем, если мы нравственно достаточно выросли, мы будем техносферу действительно пускать на то, чтобы она делала все за нас, но в это проводившееся время мы будем себя развивать, если мы готовы к этому. Если мы к этому не готовы, то мы просто заходим к нашему. Можно, если есть один вопрос. Вот согласен вроде с тобой, но тут мне надо догумывать, что... Ну, будем... Мы продолжим. Ахрюкаешься мы когда-нибудь. Значит, следующий период постиндустриальный, или я его назвал более оптимизационным, когда началось для того, чтобы увеличить объемы производства, снижение затрат ресурсов, и экономию, начали экономить на электричестве, на расходе ресурсов, на персонале, чтобы там меньшее количество персонала выполняло большее количество операций, больше денег, и мы снижение, начали оптимизировать производство активно. Все этапы, в принципе, они до сих пор идут, но какой-то более активный. Вот, соответственно, мы подошли сейчас к треть-четвертому этапу экотехнологическому, и на мой, опять же, субъективный взгляд, я тогда об этом не говорил, метеорит над Челябинском, удар по самому крупнейшему энергетическому промышленному центру России. Почему именно там? Не где-то на деревне Теткино, или там Василькино, а именно на крупнейшем энергетическом промышленном центре России. Это очень важно, потому что, на мой взгляд, это нам такой привет, ребята, задумайтесь, вы ведете неправильное направление развития промышленности энергетики. Но это мое мнение. Я не могу сказать, что во всеми диваны в Соединенных Штатах. Да, возможно, но... Новая технология, да. Есть и какие-то интерпретации, я согласен. Значит, на мой взгляд, просто мы подходим к эко-технологическому этапу, когда мы стоим перед выбором. Либо мы начинаем изменять наше производство и хозяйство, они начинаем уходить от техносферы, которая разрушает нас, и пытаемся совместить и писать техносферу таким образом, чтобы природа успевала в темпе накопления различных отходов, если у них не устранимых, списывать их в себя, и тем самым не причинять ущерб ни себе, ни ума. Ну, биосферный этап, он не подразумевает отказ от техносферы, потому что действительно очень многие не готовы. Но дело в том, если сейчас произойдет какая-нибудь техногенная катастрофа, вот примерно, то первая половина людей умрет только от той мысли, что техносфера не стала. Примеров много. 2005 год, в США, Канада, 50 миллионов человек остаются без света из-за перенаближения в сети. И сотни, тысячи жертв, умерших, получивших травмы телесные, психологические. Это просто... Мюнхен недавно, 11-й год, я примерно пробовал, то есть человечество просто психологически не может обойтись без вот этого, вот этого, вот этого, как-то в чайник в эту сторону. То есть первая половина, мы тогда развалили, доллар там еще не вошел, ну, исчез. Вода как бежала, сверху вниз, так и бежит. Сколько людей петли упали? Первая половина умрет только от той мысли, что техносфера не стала. Соответственно, вторая половина погибнет от того, что не сумеет согреться, приготовить пищу, спастись от наводнения, согреть себя там в холодной воде и еще что-то такое. То есть просто не справиться без техносферы, уже там, кривилифтом. Ну и третья половина, может быть, все это там превозможет, начнешь с начала, как после всемирного потока. Ладно, дальше, вот, там, должен. Вот, анализ среды обитания. У нас было определенное приятно кинетикам, которые, главная задача у них была повышение урожайности, но параллельно они осуществляли также опыты над животными, причем, я вообще не сторонник этого метода, но в данном случае животные никак не страдали, мужики-грозофики изучали только слюмы. И по наличию этих изменений в клетках определяли, насколько изменения происходят. Вот были такие ученые Бабилов, академик Дубинин, которые в войну переехали в Алмату, там были исследования над этими животными. И, значит, когда они вернулись в Москву, привезли оттуда животных, увидели, что те животные алма-атинские, призывающие в сельских территориях, были очень генетически сильными, что называется. Чем удобна мышка-грозофила? Она за 10 дней дает несколько поколений. И поэтому очень удобно моделировать. Мы сегодня про моделирование говорим. То есть изменения очень можно быстро проследить. Распродукт, да. И очень доступен такой материал для анализа. Значит, но когда он взял мушек-грозофила из Москвы, из центра города, из промышленных районов, то увидел, что у этих мушек в хромосомах наличит такой мутации, называемой инверсией. Значит, определенный участок хромосомы разворачивается на 180 градусов, что приводит в нескольких поколениях определенным вот здесь покажем мутациям, когда нету либо вообще крыльев, либо там лапок нету, видите, а крылья здоровые, тут, значит, как-то непонятно, тут крылья какие-то поврежденные. В общем, там очень много таких примеров. Вот, соответственно, так оно должно выглядеть нормально. И когда, значит, опыт был потом повторен, когда они взяли в Воронеж, специфический город, был полностью разрушен до основания, они взяли оттуда мушек. И, значит, поняли, что когда не стало промышленного города в Воронежа, мушки в очень сжатые сроки стали похожи на сельские расы грозови. То есть полностью очистились, полностью стали нормальными. То есть как только исчезла техносфера, мушки полностью восстановились. Соответственно, за два года ударными темпами Воронеж был после войны в 1947 году полностью выстроен из земли вырос. И они повторно провели эксперимент и поняли, что мушки с изменениями среды полностью опять декоративовали в течение нескольких поколений. Если Воронеж уже говорил об этом, хромосомный аппарат человека примерно в 50 раз выше чувствительность хромосомного аппарата человека, чем он может быть развиваться. Соответственно, мы уже на втором и третьем поколении можем увидеть, что у нас начинаются изменения. Многие могут со мной не согласиться. Допустим, в России исчезает сейчас деревня. и люди значит, ну, некоторые говорят, ну, а как в России большие города были, и там люди жили, и все нормально было. Дело в том, что техносфера в России существует примерно с довоенных времен, и там потом отстроена с послевоенных времен. То есть прошло 50 лет. Но в это время активно с деревни люди приезжали в город. И городская кровь постоянно обновлялась скажем так деревенскими жителями. В 90-х годах, когда деревню разрушили, деревня никак не стало. И последние люди за какое-то время сейчас переселились. То есть об изменениях городского раси мы сможем пронаблюдать примерно социально или нет. Ну, уже буквально вот, если 90-й брать, примерно до основной точки 90-2000, то примерно 25-35 года мы увидим такие. Если ничего не изменится, не будет проведена ландшафтная всадебная организация, мы увидим какие станки. Мы уже их видим, кто ли еще будет как в фильме. Значит, соответственно, мы поняли, ученые поняли, что городская среда вызывает сложные изменения хромосом генетического аппарата. Соответственно, сельская среда ведет к нормализации хромосом в течение нескольких поколений. Есть некий такой вариант между на следующем слайде. Это различные вы видите концепты пригородов. В центре вот это здорово, это тема, чем валятся американцы. 70% населения живут в малоэтажных домах, видите, все так классно, вроде дороги есть, малоэтажные домики и так далее. Соответственно, вот это европейский вариант, где-то в Германии еще пригородов. А вот правая Великобритания. А вот это Великобритания. А вот это Америка, большой слайд. Вот это Великобритания, кажется, или Голландия. А вот это Дания. Ну вот здесь уже Голландия. Ну вот это Голландия. Значит, что мы видим? К сожалению, вот эта концепция пригородов это мотор войны США против всего мира. Потому что пригороды жирают 70% количества ресурсов, которые США со всего мира вытягивают. Почему? Потому что вы видите, вот здесь есть так называемый приусадебный участок, ну как маленький участок возле домов. Вы где-нибудь видите там картошку, яблоко, третичку, лук, какое-то произрастает. Вот соответственно здесь этого тоже нет. Здесь максимум деревья, газончики. То есть нет плюсов в деревне. Вот в этом концепте нет плюсов в деревне, когда человек может садить что-то и получать сам. Значит, второе, дома построены таким образом, что они как теплицы, они нагреваются очень жестко. В деревне дома строятся таким образом, что там постоянно прохлада. Если вы сдадете, там прохлада. Значит, здесь дома как теплицы нагреваются, поэтому у каждого стоит гребаный кондиционер. и летом в июле по август такая колоссальная нагрузка на американские канадцы электросети, что там выбивает все нафиг. И вот в 2005 случае год это было легкое моделирование, что может произойти с людьми. Соответственно, он и городские все минусы впитал в себя, пример, и все минусы деревни, оставив все плюсы деревни и города нафиг. Вот, соответственно, вот это и поэтому, конечно, перед тем, чтобы люди перешли в деревню, мы должны обеспечить как раз такие американские варианты наборов, чтобы были все плюсы деревни и все плюсы города. Вот тогда вот эта концепция заработает. И почему еще пригород тянет ресурсы? Смотрите, они здесь ничего не выращивают, они ездят все на вот таких огромных жипов, магазин, где-то он закупается, ставить бензин, значит, увозить детей на садик, ехать за 100 километров на работу, то есть это колоссальная трата нефти, газа, электричества, плюс вот эти магазины, то есть магазины должны привозиться куча, вот это просто склады, у нас вот начали перенимать вот эти супермаркеты, у них это просто склады такие тысяч, тысяч метровые, где вот просто барахом все валяются, это склады, это хорошая штука, но я не буду сегодня об этом говорить. соответственно, если мы реализуем такой вариант, что будет плюсы города и села и подготовим общественное мнение, и сформируем, тогда люди поймут, это долг процесс. Следующий слайд, значит, немного о нотогенных факторах подробно, есть промышленные, есть бытовые, ну, соответственно, излучение всех бытовых приборов, мы его как бы потихонечку не замечаем, тем не менее, нагреваем головной мозг и так далее, излучение линий электропередач, ну, так далее, космический мусор, я бы, кстати, указал, сейчас по-настоящему мусору шел. Ну, на неделе новенький экуландорский спутник за 700 тысяч долларов был сбит остатками советской ракеты 330-летней дамы стиль. Вот, это тоже как бы улогенный фактор. Ну ладно, значит, выбросы, газы, тепло, стоки, что я уже говорил, дальше наглядно, отходы промышленные, твердые, бытовые отходы, шумы, транспорт, самолеты, вибрация, земли, дрожь земли, на дома, люди, которые живут в больших проспектах, просто очень смерть. У людей, у шахтеров есть профессиональная болезнь, называется вибрация, но мы получаем эту болезнь, даже сами не понимаем, просто живя в таких домиках, в таких проспектиках. Я еще хочу добавить, лучше свидетели, я просто не хочу сказать, сюда еще нужно добавить информационные шумы, фидисериалы, потому что это все психиконтакт. я этот доклад исходил из тех задач, которые будут понятен нормальному человеку, как некоторые вещи я сюда не стал вставлять, потому что у нас была аудитория такая, которая не восприняла эту информацию. Но, смотрите, ну, ты прав, спасибо, я дополню для своих, что называется. Значит, следующий слайд, как же эти мотогенные факторы, ну, скажем так, вот, сначала опишу, значит, по моим, по моим представлениям, физическое тело, это, кстати, частично изъято из Ефремова, только у него чувственная часть, она представлена как эмоциональная часть, составляющая. Значит, физическое тело позволяет нам выносить все давление среды, с помощью органов чувств мы впитываем в себя всю информацию, приходящую из среды, что называется, здесь и сейчас. И интеллектуальная памятная составляющая помогает нам эту информацию обрабатывать, принимать какие-то управляющие решения. Да. Я схему немножко модифицировал, здесь у меня есть такой контур, называемый разрешающая способность органов чувств. то есть с помощью различных практик, йог, шмок, транссерфинг или что-то там уже не придумали, но у нас другой метод. Значит, можно расширить свое сознание, но люди, расширившие свое сознание, не знают, куда это применить, если что-то. Вот, разрешающая способность органов чувств. Вот примерно, я способен лишь видеть в темноте как окошко, или я способен на тысячу метров видеть, а люди, некоторые, не за руки. Это не только вражденное, если приобретенный случай. Соответственно, наоборот, занимаясь определенными практиками, это тоже уже есть, можно свое зрение полностью восстановить. Даже изменив свой рацион питания, можно свои отменные чувства почистить и улучшить их разрешающую способность. соответственно, вот на этом, вот здесь, на этом контуре есть определенные фильтры, алгоритм, сторож, это вот как физики, если кто-то знает, есть полезный сигнал информации и есть шумы, которые сопровождают полезный сигнал. Соответственно, те, кто занимается передачей сигналов, обрабатывают так называемые фильтры, которые отфильтровают шумы и оставляют полезный сигнал. Вот здесь мы тоже должны учиться такую культуру в себе развивать, чтобы отфильтровать шумы и полезную информацию это не это, это не это воспринимать. Соответственно, здесь, исходя из нравственности, исходя из этики, исходя из намерения, побуждения человека, у него есть определенная культура поведения. И вот как он здесь сформирует это намерение, так вот он здесь на физическом поступе. Ну там, биополевые составляющие я пока пишу. Вот здесь культура мировосприятия, я назвал этот контур, а вот здесь культура мышления. Это я модифицировал, я потом как-нибудь на следующем покажу вам эту схему. Ну вот, соответственно, вот это я, люди у меня спрашивают, а почему вы эту схему опустили? Я не стал про нее говорить, заметить, не заметить. Вот, здесь, значит, взаимосвязи музыки и света. Дело в том, что все, что мы видим, вот для меня сейчас, я могу сказать, что для меня это музыка. Вы все для меня музыкальные мелодии определенные. Есть такой фильм советский, называется «Учитель музыки». Его снимали, мне кажется, в Азербайджане. Очень замечательный фильм, я советую вам посмотреть, где человек пытался сыграть других людей. есть в этом очень интересный смысл. Дело в том, что, значит, определенным нотам соответствует определенная частота излучения других света, частоты света. Они просто по кратности как-то идут, по кратности. Есть представление, что умноженное на 40, каждая октава умноженная на 40. И вот, соответственно, Ефремов тоже об этом говорит. из зеленого спектра музыка, а в оранжевом спектре симфонии, это из этого. Вот, соответственно, давление городской среды, излучение шумы и вибраций настолько катастрофическое воздействие на нашу органу чувств оказывает. Не только на органу чувств, но и на голову, которая не способна отфильтровать эти шумы и вибрации. И все это вносится просто прямиком в наш бессознательный уровень психики. И я сторонник своей точки зрения, что рак болезнь информационная. И когда человек не способен отфильтровать шумы, давления, среды, все это ложится в его голову и отсюда все болезни. программу сбивает 100% в финале сбивает настройки. Если я даже слово могу вызвать извинения в вашем роде, я могу это сделать. А не визуне 100% могу это сделать. на следующем слайде небольшое питание. Источники нашего питания почва, животная еда и растительная еда. с здесь почва мы так как мы ушли от садов к угоди, от дач многих, особенно на западе, это просто где мы видели. Значит, принято возделывать большие поля, кучи техники, но это не дает плодородия, которое допустим сейчас австрийский там из Эбхольцев у себя там в горах выращивают апельсины на снегах. То есть соответственно чтобы эта почва какое-то количество урожайности давало, там спасибо там Мичурину Вавилу и Дубинину они много сделали для повышения урожайности, но этого мало оказалось, поэтому существует химическое удобрение. Соответственно уже здесь мы имеем определенную модификацию статистическую из земли таким образом, что это потом здесь алкнется где-то в готовом продукте. Значит второе, здесь в животном мире соответственно напридумывали всяких свинячих поросятих грибов, соответственно вакцинация, животное прививает антибиотики и так далее. То есть их тоже определенным образом статистически через вакцины изменяет их генетику. Соответственно после вот этих всех вещей в еду идут определенные добавки. Будь то консерванты, будь то витамины Е, всякие красители, пестициды, гербициды, усилители или вкусы или макофешки из нас никто не может пройти, потому что ну вот. Значит все эти вещи тоже определенным образом оказывают определенное воздействие на еду. Но это еще не все, потому что мы не готовим еду теперь сами себе, но покупаем полуфабрикаты. А полуфабрикаты, примерно производство, есть Discovery сейчас хороший канал, там иногда показывают, как производить засыпали мешок луги, молотилка, процесс значит размололи, потом с водой смешали, мешалка, дальше раскатали, дальше нарезали, дальше насыпали приправ, помидоров, там сыра, что там еще в пиццу идет, дальше обработали первично, чтобы не падало, дальше потом она идет еще в печку. В общем долго рассказывать не буду, это примерно 30-50 технологических операций, которые оказывают определенное механическое воздействие, соприкасаясь с этими агрегатами, вот почему бабушке пирожки всегда вкуснее, чем столовую, я не задумываюсь, про что они делают? Да, есть такая наука химия, есть такая наука алхимия, в химии процессы протекают автономно, то есть дождь идет на сталь, сталь коррадирует, просыпается в труху, перегревает и так далее. Соответственно алхимик в алхимии процессы протекают во взаимодействии с алхимиком с его руками, вот он определенным образом придает материи свой свой способ. Так и наша бабушка готовя знаменитые вкусные пирожки, делает невкусные и вкуснее, у вас столовая. Так вот, проходя вот эти технологические операции, продукт конечный приобретает определенные свойства, с определенной информацией, и это имеет определенные вкусовые качества. Соответственно, так же и проходит там животная еда, мясо маринуют, что только с ним не делают, крошат, молят, солят, я не знаю, что бы не вообще, чтобы его как-то привести в тот вид, чтобы он вообще был, извините, кто-то если ест мясо, я ничего хочет, не ест, как есть. не критично воспринимайте. Соответственно, значит, ну здесь мы еще и кроме того, что мы еще используем печи, ультрафиолетовые вот эти всякие нагреватели, микроволновые печи, это тоже, я думаю, костер вам на природе. Вот. Плюс еще, люди не успокоились на этом, они пошли дальше. Они поняли, что еще, чтобы круче все это сделать, начали геномодифицировать, как гелоток, так и растение. Посмотрим, к чему все это приведет. Но следующее слайло, так, пессимистически немножко. Вот. Соответственно, мы пришли к тому развитии науки и технологий. Мы, как бы, двигателем развития науки и технологий мы выяснили, что является потребностью человека, это уже факт. Давление среды оказывает на человека определенное воздействие, подрывая его здоровье. И человек, ни тело, ни развитие, ни психическое, ни физическое человек успевает за развитием цивилизации, к сожалению, за развитием технологии. Соответственно, люди, испытывая это давление, есть безработица, я уже говорил об этом, безработица молодые люди не могут реализовать со себя, не могут реализовать твой творческий потенциал, на них постоянные шумы, вибрации, все это воздействует, и они настолько от этого устают, что они пускаются во все тяжкие времена. Вредные привычки, удовольствия, дискотеки, все что угодно. Ну, а некоторые собирают какие-то марки по лампочкам, на жизни, играют в игрушки, они читают фантастику какую-то мечты о новых каких-то мирах, неизведанных, где их живут женщины, сады, и все вообще классно. Соответственно, реальной жизнью они не занимаются. Но это не говорит, что... Ну, и вот из этого родились, кстати, попытки нашей улететь на какую-то там другую планету. А вот недавно Стивен Хогин светил вопрос физической науки, сказал, что Земля, короче, крах, надо бежать на другую планету, все провало. Да. Но, ребята, интеллигентный человек не может быть против хорошей мечты человечества, освоить космос и познакомиться со своими братьями-аппаратами, которые, я уверен, существуют, я работаю в космическом агентстве. Поэтому мне это интересно, но эта мечта не должна выродиться в бегство с неустроенной планеты, где человек не смог вообще ничего устроить, все погубил и чуть ли всегда не погубил. Наоборот, мечта человечества это, когда человек обустроит все на планете, станет сильным, крепким, будет выдерживать давление среды и будет поспевать за техносферой. И вот крепкою, стоя крепкой ногой на земле сможет, для этого понадобятся колоссальные ресурсы, чтобы полететь в космос, стоя крепкой ногой на земле и осваивать космическое пространство. Вот это должно быть, быть мотором, а не бегство за ресурсами, ну и что, ну и раскопаем весь мастер, а что дальше? А жив в той комнате на таком, пошел? Да, то есть, ну, это нереально, ребята, и поэтому, вот, в связи с этим, задача науки, для чего быть науки в 21-м веке? Ну вот тут, я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос, я хочу, чтобы вы, может быть, вопросы зададите и сами задумайтесь после этого доклада, для чего принял фигас первый. Спасибо. Спасибо вам. Хлопцы, можно слайд про мух? Я вначале хотел так персонально подойти и сказать, вот там мухи, все такое. Раз уж мне там банка крома постоянно шутит, я уже несколько, пять лет работаю с этими самыми мухами, дрозофилами, вот, Рома там вечно шутит, что я муху, маньку с мухой банькой хочу скрести, и он мне еще... Сосоросок, или считай, там, твои мухи, то он и мухи считает. Да, он еще когда мне сделал скворечник для мух, такой вот маленький, но сегодня мне должны были не сдаваться. Вот, есть несколько, несколько маленьких уточнений, ну, не знаю, как насчет маленьких, но уточнений. Во-первых, бралась не слюна у мух, а брались слюные железы, в которых есть длинные хромосомы, они называются политенные хромосомы, то есть есть обычные хромосомки, у них хромосомный аборат небольшой, четыре хромосома, это у нас там 46, а у нас там 47 получается. Вот, а у мух четыре хромосомы, и ну, их тяжело изучать, потому что маленькое ядро, немножко получается. В остальных железах очень много генов, одинаковых, но их очень много, и они в виде ламповых щеток, так называемых, расположены, вот, поэтому их легко изучать, но тем не менее, мухи, конечно, уже гибли. Вот, потом хотелось, раз уж пошла речь о тупинении, хотелось бы еще вспомнить такого советского генетика, он был русской душой, но почти 20 лет проработал в Германии, вторую мировую, просидел в Германии, тоже он там оказался в любой переделке. Тимофей Фрисовский, вот, один из учеников Николая Кольцова, известнейшего биолога, который, сейчас маленькое, будет маленькое отвлечение, Николай Кольцов придумал матрицы и матричное копирование, по которому потом Крик сказал, что ДНК существует, и она вот такая вот, и на самом деле Отсон и Крик, в котором в 1953 году якобы открыли модель ДНК, на самом деле они ее просто скверли, идею одну у Кольцова через Тимофея Варисовского, а вторую там у Розалинды Франклин, она делала кристаллографию, в общем, это сейчас не совсем касается дела. Вот, хотелось бы вспомнить Тимофея Варисовского и почаще вспоминайте, потому что огромное светило русской науки, советской науки, величайший человек и просто вот возьмите на заметку есть такой Данил Градин, писатель, замечательные книги, замечательный биограф, и у него одна книга посвящена Тимофею Варисовскому, называется «Супр». Вторая, хотелось бы тоже обратить внимание на Александра Любищева, который придумал первый в мире тайм-менеджмент, вот сейчас о нем очень много говорят, а Александр Любищев был биологом, который хотел стать Менделеевым и сделать систему биологических элементов, то есть он хотел весь биологический мир каким-то образом упорядочить и создать вот такую вот тожницу, куда все это дело писать. Вот, и про него тоже замечательная книга у Гранина есть Извини, я забыл вас издевать. Вот, я предлагаю мы долго можем... Да, хорошо. Можешь просьбу? А вот этот доклад может любой присоединиться к редактиру. Хорошо, я просто оборвать данные сейчас еще ладно, уточню. Короче, почитайте Гранина про Александра Любищева и Тимофеева Рисовского книга «Зубр». Затем Лука дает одно поколение раз в 10 дней, потому что в некоторых концептуальных книжках... Нет, Денис, там все правильно, слюная железа и 10 дней просто... Я немножко сейчас так еще рассказывал, вспоминаю, что было два месяца на Рашо. И вопрос на подумать, который я до сих пор не решил, но везде искал и всем задалбывал ученый мир, чем измерялась чувствительность приблизительно в 50 раз человеческий аппарат чувствительный генетический аппарат чувствительный чемухи. Честно сказать, я бы не воспроизводил эту цифру, потому что ну, очень, очень притянуто за уши, поэтому согласен. Своя лицо где услышать, там, в случае чего не... лучше не говорить, потому что поднимется большой генетический аппарат. Это причем не... Это по церкви для генетиков, которые я не понимаю. трудодубинина очень сильно критикуются, но тем не менее я выбираю оттуда то, что действительно доказано. Хорошо, и еще один вопрос не по докладу. Я сидел-сидел, потом вспомнил, что регламент закончился, можно не сидеть, а ходить. Есть такой в России врач Владимир Базарный, замечательный дяденька, который всем говорит, ребята, не сидите, потому что затрудняется мозговая деятельность, смена динамических поз не происходит и человек убивает и гробит свое здоровье. Поэтому я вот уже полгода работаю за конторкой стоя и всем рекомендую вообще никогда не садиться, а ходить, ходить, ходить. Будете только здоровее, лучше, умнее, красивее. Денис, я еще тебе скажу, ребятам пожелаю, чтобы когда они приобретут себе конторки, они начали сначала чередовать час стоя, час сидя. Потому что если они сразу начнут стоять, они очень быстро возненавидят конторки. Это восстанавливает в работе психики и раку можно что-то сказать? Ну, в дополнение, потому что ты прав. Мы не будем, потому что уже не с 15 я иди. Ну, ты что такое? Я постоянно что-то разобрался. Совсем краткий вопрос. Ребята, подумайте над чем? Задумайтесь просто. Вот эта мысль может к вам привести. Психика, скорее всего, представляет из себя террористы. Психика, скорее всего, представляет из себя программное обеспечение организма. так, если можно сказать. И поэтому, в принципе, информационная загрузка в эту психику может изменять алгоритм этой психики. И, скорее всего, видимо, образ наших мыслей, а это можно регулировать даже словами. мы сейчас занимаемся словесной магией, может вызывать изменения в организме. У меня был такой опыт, когда у меня там они, дядька, замрусил сильно, он меня забрал желудок. Забегали там на кухню, он все такой, Юля нашел выкупал, это что такое, так заблудили. Ты, наверное, что-то не перевариваешь. Я только одна мысль того, что я обещаю эту всю информацию в капсулу, пластиковую, желудок, поварованный, пластик, моментально почувствовал расплывающее тепло, и боль нашла. То есть слова могут изменять наше состояние здоровья. Вот поэтому я с тобой полностью согласен. Подумайте над вот этим. Что человек кому-то делал. Я обязательно это все дополню. Я еще хотел Денису сказать спасибо. Я не знал, если честно, что животные все-таки там умирали. Я вообще против подхода к препарации, биологии. Я нравственно против. Я думаю, что другие методы изучения есть. Теперь такой пример вот к моей лекции сегодня ребята почитали, что в России исчезли все тараканы. Фактически все. И в Украине, да. И говорят, что основная причина в том, что в хлебе появилось Е450 разрыхлитель хлеба. Крошин на самом деле не уменьшилось, тараканы исчезли. Поэтому советую всем перейти к старым рецептам и упечить хлеба. По поводу хлеба можно два слова, ребята, пожалуйста? Очень важно. Всем привет, следующий раз. Я... Я стал... Я со своей женой выпекаю хлеб уже на протяжении пяти лет. Я о хлебе могу сказать очень много, и о хлебе знаю тоже очень много. Так вот, я рекомендую всем выпекать хлеб в домашних условиях, причем не надрожжав, без дрожжевой хлеб, на хмелевой закваске. Хмель, хмель, хмель. Это одно, шишечка хмеля, а не два из них. Значит, фильтруются, делается на них закваска, и эта закваска в стеклянной пустырке может стоять и месяц, и два, и три. Когда делаешь аппару, отрываешь кусочек муки, кидаешь в эту палку с дрожжами уже там, и оно опять раздражается. То есть, ну, это долго буду рассказывать, значит, у меня на странице в социальной сети ВКонтакте есть полностью ролик человека, которого зовут Вячеслав Закревский. Этот человек, у нас в Одессе его называют народный доктор. Это группа нашей семьи. Он 20 лет проработал в общей Апишар, бросит медицины вообще категорически, принимает воды надо мной, выпекает хлеб. Там есть полностью передача у нас на детском канале с его участием. Он принес туда прямо в студию хлеб, принес туда муку, принес туда все принадлежности, которые необходимы для выпечения, для выпечения хлеба. Там дал попробовать хлеб при операторах, ведущих. Он там все рассказывает. Я пеку хлеб по его рецептам. По его рецептам. Хлеб получается очень вкусный. Отверждаю. Да. Мало того, я не просто пеку, чтобы вы понимали, я ему продаю этот хлеб. А готовит этот хлеб с печенью? Конечно. Конечно. Русская печень. Русская печень. Хлеб, понятие хлеба, хлебопечка, иголка. В силу того, что у меня жена была беременна, когда у нас у нас сырья находился, мы, как говорится, отошли немножко от печи, потому что было неудобно. А вообще только русская печень. Хлеб, русская печень. Понятно, вместе с хлебом думаем о самом святом во всех традициях. То есть подходим к правильной одежде, с правильными мыслями и так далее. И замешиваем хлеб, пока позитив, дадут. А тут, но не думаем, мало того, замешиваем туда, чтобы люди выбрали друг друга, чтобы было отуважение, это работает только. Потому что тесто, это тоже очень сильный инструмент. Я думаю, что те люди, которые здесь сейчас находятся, они четко понимают, они даже, может быть, больше понимают, чем я. но тем не менее. Вот, поэтому у меня на странице есть полностью весь материал, на этот счет есть видеоролик, как, каким образом это все делается. Я это практикую уже, практикую. Важно, практикую, выпекаю лично. И замешиваю хлеб. Тесто. Он начинает? Да, он начинает. И могу сказать, что это работает. Кондратский Станислав. Кондратский Станислав. Я хотел бы дать по этому я вас всех просто призываю, ну, это понятно, по умолчанию, я вас призываю всех, выпекать, находить время для этого, и призываю вас просто слушать домашний, настоящий хлеб, вживой. И могу попробовать хлеба подноцентрировать как и поделиться временем. Ура! 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 Спасибо. Ура! Ну, я могу вам, хотел еще сказать, буквально напоследок, пару слов. я пару раз пытался переходить на сараедни, вот, и сейчас там второй раз, третий раз еще раз акценту за это берусь. Поэтому, ну, вопреки словам, другое, хлеб не я, хотя, очень большой стереотип, с детства, бабушка на хлеб, конечно, вкусная железда, по которой вы говорите, очень. Ну, соответственно, вот тоже вопрос, стоит ли там на вегетарианство переходить, на сараединг, на фотоединг, на хлеб есть. То есть, тут должен быть, наверное, не фанативно, там, вот, делайте так, а должен такой быть вечный, практически, длительный. Чем меньше маневров, тем меньше резких маневров, тем лучше и предсказуемо можно просто видеть, как применять состояние тела. То есть, вот, про здоровье, вот эту схему, я когда-нибудь, я, ну, надеюсь, что я закончу после того, как я магистию защищу, и, может быть, через месяц, три, средства. В завершение хочу дать наши координаты. Есть сайт «Новоплодорожная политика», он на нескольких языках, вы увидите, хватит. Есть канал, на котором выложены, в том числе, сейчас, на данный момент, бюссельская конференция, где вот эти, там, два доклада и еще, еще два доклада есть, там, более расширенно, все видео не лежит, ну, там, всякие, и ролики есть. По поводу, принципов, полонажного поселения на будущее. Здесь внизу есть ссылка на проект, «Мирмер.ру». В нем, здесь есть атлетическая часть, что, кто это делает, как это делать, скопчата, справочный материал, здесь еще журналы, есть интернет-журнал выходил, сейчас, перерывы довольно, большой. Здесь, короче, В этом разделе есть выдержки, выдержки из разных систем образования по Ивану Требову, из его работ по Макаре, статья, отделение его выдержки. Здесь также есть общий принцип образования, который потом сейчас готовится, большая статья на эту тему. Здесь есть по-разному отделу. Обратите внимание, хочу вот на эту, вот эту статью. Вот эти общие требования, это мы разрабатывали. Сейчас у нас уже более расширенное понимание, но пока это не оформлено, в какой-то статье. Здесь есть общие требования к системе образования, организации экономики, не более общие. То есть по всем отраслям можете посмотреть, что еще интересно здесь, вот они, например. Это требования к усилению. То есть к участкам, вот видите, такие участки. Если кто видел ролик «Воротажная планета», он сделан на основе вот этих данных. Сюда заходите, смотрите. То есть вот эти два ресурса, можете эксплуатировать, брать какую-то информацию. Массивно. Только вы только знаете. Спасибо. Спасибо. Есть там группа ВКонтакте, Фейсбуке. Лучше через новую молодежную политику, мы их сейчас больше отслежим, чем не понятно. Ну, так скажем, чаще. Все. Продолжение следует...